На сцене Крымского Федерального Университета зажглись новые звезды. Они занимаются творчеством, активно участвуют в общественной деятельности и учатся на отлично. Они лучшие студенты Медицинской Академии КФУ и участники конкурса «Красоты и таланты. Звезды Академии». «Звезды – это те люди, на которых могут другие равняться, которыми можно любоваться. Те студенты, которые являются вектором, наверное, для младших курсов». За такой статус сразились 11 участников – 5 парней и 6 девушек. Они вышли в финал конкурса после отборочного этапа. Главными критериями отбора стали сценическая культура, навыки публичного выступления, знания этикета, чувства юмора, грация, внешние данные, творческие и интеллектуальные способности. Все это участникам понадобилось показать в полной мере на конкурсных этапах. Это визитка, творческий номер, интеллектуальный этап и проходка в вечерних образах. Подготовка длилась три месяца. Оценивали выступления члены жюри, организаторы, победители, призеры и участники университетских, республиканских и всероссийских конкурсов красоты и таланта прошлых лет. Победительница конкурса стала студентка пятого курса первого медицинского факультета, которая любит творчество, верит в себя и свои мечты. Потому сегодня одна из них сбылась. Об участии в конкурсе девушка задумывалась давно и, наконец, покорила эту вершину. Быть Мисс Медицинская Академия для нее не просто победа. Это в первую очередь работа над собой. Это заслуга людей, которые меня окружают, заслуга организаторов, группы, которая нас готовила. Но для меня это был такой этап побороть себя, выйти на сцену. Я всегда хотела поговорить перед большим количеством людей и именно в этом году мне это удалось. В пару победительницы не менее целеустремленный, успешный и талантливый студент. Он руководит информационно-аналитическим комитетом профбюро Медицинской Академии, занимается фотографией и играет на саксофоне. Конкурс звезды Академии принес ему не только победу, но и ценный опыт. И это студент пятого курса Дмитрий Астафуров. Для себя я вынесу то, что никогда нельзя сдаваться, никогда нельзя опускать руки, если что-то не получается, если какие-то проблемы, трудности возникают, все равно надо идти до конца, и тогда всегда все получится. Победители конкурса стали лучшими и в специальной номинации «Мисс и мистер совершенства» от членов жюри. Первой вице-мисс Медицинской Академии стала Валерия Налитова, а первым вице-мистером Медицинской Академии иностранный студент из Африки Росси Ласконим Банзани. Они завоевали сердца не только жюри, но и зрителей, и получили титулы «Мисс и мистера зрительских симпатий». Кроме того, жюри присудили индивидуальную номинацию каждому участнику. Все финалисты получили дипломы об участии и памятные подарки от вуза и спонсоров. Конкурс красоты и творчества проходит ежегодно под организацией Дома культуры Медицинской Академии. Это мероприятие выявляет самых успешных и примерных студентов, которые своими достижениями и жизненными убеждениями транслируют лучшие ценности для молодежи, продвигают и развивают Крымский федеральный университет. Яна Доченко, Илья Притко, Пресс-служба Крымского федерального университета.